Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с управляющей отделением пенсионного фонда России по Магданской области Светланой Коруненко. Светлана Александровна, здравствуйте! 1 декабря завершился срок приема заявлений о переводе пенсионных накоплений. Если раньше можно было переводить пенсионные накопления на протяжении всего года, то теперь только до 1 декабря. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано? Ну, для начала, наверное, напомним, да, кто такие пенсионные накопления, у кого они есть, и кого, собственно говоря, вот эта тема сегодняшняя, она коснется больше всего. Пенсионные накопления – это часть страховых взносов, которые работодатель перечисляет за своих работников, когда человек находится в трудовых отношениях. Часть. И это основная доля владельцев пенсионных накоплений, то есть работающие граждане 1967 года рождения и моложе. Вот за меня, например, я как работодатель делаю отчисления в пенсионный фонд, и вся сумма перечислений идет только на страховую пенсию. А за вас, ваш работодатель, когда перечисляет сумму, он ее делит. Часть идет на страховую, а часть идет на накопительную. Есть еще, конечно, люди, которые и старшего возраста, указанного вновь, и более молодые, участвовали в программе дополнительного перечисления взноса, так называемого софинансирования. 12 тысяч перечисляет сам работник, и 12 еще перечисляет за него государство по итогам истекшего года. Но еще некоторые мамы по законодательству, которые владеют сертификатом на материнский семейный капитал, они тоже средства вот этих материнского капитала могут направить на пенсионные накопления. И таким образом формируется какой-то массив средств, которые в течение трудовой деятельности человека собираются, отражаются на его лицевом счете в системе пенсионного фонда. И при наступлении страхового случая, в нашем случае это пенсионный возраст, эти средства так или иначе участвуют в расчете размера пенсии человека. И действительно, до буквально прошлого года, ежегодно, так было всегда, и в 2018 году включительно, распорядиться своими средствами накоплений можно было до наступления пенсионного возраста, направляя их на инвестирование в ту или иную управляющую компанию. Можно было свою управляющую компанию поменять, принять решение и передать их куда-то. Так вот, всегда можно было вот это волеизъявление человеку сделать, провести включительно по последний рабочий день текущего года финансового. А в этом году изменения такие внесены. И внесены они потому, что огромное количество жалоб по всей стране. Люди жалуются на то, что я не подавал никаких заявлений, мои деньги находились там в НПФ Сбербанка, например, а я вот вдруг, мне стало известно, что они теперь управляются совсем другим страховщиком. То есть не совсем добросовестные управляющие компании или страховщики, так назовем, злоупотребляли своим правом подать заявление от имени гражданина и частично, часто, достаточно, по жалобам, действительно, подделывали подпись людей. А поскольку подано в последний день календарного года, у человека уже не оставалось никаких возможностей ситуации поправить. Так вот, с этого года, это первый год, так работает законодательство, заявление о распоряжении можно подать только до 1 декабря. Для того, чтобы был вот этот месяц у человека, но в рамках пенсионного фонда существует даже такой сленг «охлаждающий месяц». То есть человек, там, может быть, на эмоциях, там кто-то ему что-то рассказал про нового страховщика, решение такое-сякое принял, а потом посидел, подумал, и он может отозвать поданное заявление, написав соответствующее уведомление в пенсионный фонд. Вот именно для того, чтобы человек либо поправил ситуацию неправомерной подачи заявления от его имени другими людьми, исправить ситуацию так, как он ее себе видит, а, возможно, и поправить свое собственное решение. Вот на это, для принятия решения, для выполнения вот этих операций, как раз и предоставлена государству вот эта возможность в течение декабря. Если на портале госуслуг или на сайте пенсионного фонда обнаружилось, что пенсионное накопление находится в каком-то другом, не государственном пенсионном фонде, а человек заявление не подавал, что в таком случае ему делать? Должен делать. Очень хороший вопрос, и я бы сказала, в сегодняшней беседе он главный для нас, потому что времени до завершения года остается совсем немного. У нас на улице уже средина практически месяца. Поэтому, если человек вдруг обнаружил, или ему стало по какой-то причине известно о том, что его средства без его воли подано заявление о том, чтобы перевести их куда-нибудь от одного страховщика к другому, конечно же, нужно немедленно обращаться в Центральный банк, он у нас называется Банк России, либо обращаться в суд. Но чтобы обратиться в суд, человеку, конечно же, нужно иметь какие-то документы. Так вот, самое первое, что нужно сделать, это обнаружить такую ситуацию. И я сегодня прямо призываю всех наших сограждан, особенно молодых, у которых серьезные суммы, может быть, уже пенсионных накоплений сложились, обязательно проверить свой лицевой счет. Что для этого нужно сделать? Нужно либо получить выписку, запросить ее, может быть, обратиться даже в пенсионный фонд, в клиентскую службу. А самый простой вариант, об этом все время говорим, получаем доступ к личному кабинету на сайте пенсионного фонда и с определенной периодичностью мониторим там ситуацию. Потому что вот такое заявление, например, о переводе к другому страховщику, оно же не обязательно НПФами или кем-то еще, не будем называть сегодня, потому что непредметно о ком-то разговариваемо в целом. Они могли быть поданы не обязательно в ноябре, в сентябре, они могли прийти к нам в июне, в июле, то есть в течение календарного года с определенной периодичностью. А в декабре, просто как отча наша, должно быть, нужно проверять состояние своего лицевого счета в части, где находятся мои пенсионные накопления. И в личном кабинете там есть такая вкладочка, называется «Заявление». Вот ее нужно открыть и увидеть, если там какое-либо заявление, поданное от вашего имени. И уже после этого нужно отреагировать. Сразу хочу сказать, что у нас на территории области достаточно много людей пострадавших, и много обращений сегодня к нам с просьбой оказать помощь, получить документы, подтвердить там, где находится, в каком регионе это заявление было подано, для того, чтобы обратиться в суд. Вот обращение в суд – это основной способ восстановления утраченных прав. Потому что если уже все случилось, деньги уже, например, переведены были, уже нужно обращаться в судебный порядок, и затем, чтобы ситуацию откатить на тот уровень, который человек устраивал. Так вот еще раз подчеркиваю, в течение декабря обязательно нужно проверить, зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, обязательно проверить, что там есть, и в случае обнаружения такого заявления, чтобы не преодолевать потом какие-то там, о чем мы говорили раньше, сложные обстоятельства по суду и так далее, подать уведомление, чтобы вот это заявление, поданное не от имени человека, чтобы оно не исполнялось. И сегодня вот эта норма, новая в законе, она как раз дает право людям своевременно отреагировать и урегулировать перспективный конфликт, вот так скажем. Как часто можно переводить пенсионные накопления из одного негосударственного фонда в другой? Переводить можно не только от одного негосударственного в другой, их можно переводить и от государственного. То есть, для понимания, тот фонд пенсионный, неважно государственный или негосударственный, который управляет в настоящее время пенсионными накоплениями человека, называется его страховщиком. И любое перемещение его пенсионных накоплений между вот этими страховщиками, оно как раз и представляет предмет того интереса, который мы сегодня рассматриваем. Так вот, законодательство изначально предусматривает право на перевод пенсионных накоплений в двух случаях. Два вида, две формы существуют. Либо срочное, то есть, когда средства находились у одного страховщика, пять лет и более. Это срок, на который устанавливается. Поэтому оно называется срочным, потому что на определенный срок. Либо до срока. То есть, когда человек передает свои пенсионные накопления от действующего страховщика к другому до истечения вот этих пяти лет. Право есть, хотя, хоть и ежегодно передавать. Закон неограничены права человека. Если вдруг там его страховщик, не будем приводить, НПФ, ромашка какой-нибудь, да. Ну, например, у него инвестиционные накопления не очень качественные, там уже знаем, что обслуживание людей не устраивает. Ну, может быть, и примет человек решение, что не буду я ждать эти пять лет, и я вот хочу, уйду туда, где гарантированы мои права и более высокий инвестиционный доход и так далее. Но что при этом нужно иметь в виду? Если средства находились в течение указанных вот этих пяти лет, то все инвестиции, которые нарабатывались в течение этих пяти лет, они будут человеку начислены, отражены в лицевом счете, и он будет на них иметь право. А в случае, если он по какой-то причине, по своей воле, или вот то, что мы говорили в первом вопросе, когда решение за него принял кто-то другой, подделывал его подписи на договоре им заявлений, в этом случае он может потерять инвестиции. Мало того, ну, это как в банке, да, средства лежат во вкладе. В банке все просто и понятно. Ну, пример такой более доступный для всех. Там установлен процент какой-нибудь на этот вклад, пусть он год там человека находился, 8% например на вклад. И если он срок, предусмотренный договором, отлежал, то в этом случае будут начислены все проценты, они будут капитализированы, добавлены к основной сумме вклада, и все у человека будет так, как он предполагал. А если он расторгает договор, раньше снимает средства, они ему вдруг понадобились, то все, собственно говоря, ничего уже не начисляется. И в нашем случае ровно такая же ситуация. Если уходит, повторюсь, до истечения 5 лет, то в этом случае инвестиционные накопления, которые были наработаны в это время, остаются у того страховщика, от которого человек уходит. Так предусмотрено законом. Поэтому, принимая это решение, человеку, конечно же, нужно все взвесить. И именно для этого нужно проверять личный кабинет, вот там, где поступают заявления, поступают и уведомления. Потому что, когда человек обращается с заявлением к нам, в пенсионный фонд, ему обязательно будет направлено уведомление о том, что это досрочный период, и что в этом случае он потеряет такую-то сумму пенсионных накоплений. Чтобы, еще раз повторюсь, человек, открыв глаза, понимая ситуацию, принимал свое решение. Предположим, человек подал заявление о смене своего страховщика. В какой срок его пенсионные накопления переведут? Как быстро это произойдет? Вот мы говорили, да, срочные. У нас везде участвует в понимании инвестирования именно календарный год. То есть были переведены средства к страховщику в одном каком-то периоде. Весь закрытый период они у него там будут находиться. И сменить страховщика можно только по истечении этого финансового года. Вот человек определился, вот в декабре я подал заявление или там раньше. До конца года они будут находиться по-прежнему у того страховщика, у которого они есть. И только по истечении года, в первом квартале текущего, следующего периода, будет приниматься решение о передаче. Это когда наступит время рассматривать заявление. Вот заявление, которое срочное, мы с вами о нем говорили сейчас, да, срочное или досрочное, оно будет рассматриваться в конце пятого года, когда человек его подал. То есть в течение пяти лет. В 19-м году, например, сейчас человек напишет заявление, хочу уйти в какой-то негосударственный фонд. И оно будет находиться в пенсионном фонде на контроле в течение последующих пяти лет. 20-й, 21-й, 22-й, 23-й и 24-й. Только в 24-м году они будут перечислены, переведены к тому страховщику, которого человек заявление указал. В течение этого времени можно пересмотреть страховщика, к которому человек хочет уйти. Он уже, например, принял решение, что я вот сейчас вот эти пять лет остаюсь с действующим страховщиком, а потом буду его по-любому менять. Пять лет у него вот эти тянутся в течение пяти лет, все его пенсионные накопления сохраняются, инвестиционный капитал пересчитывается ежегодно, все отражается на лицевом счете. Но зафиксирован он будет, весь инвестиционный капитал, именно в конце вот этих пяти лет. И все у человека нормально, деньги его крутились где-то там в компании, зарабатывали ему будущее средство на пенсию, и они у него все остаются заработанными и будут переведены только после истечения этих пяти лет, которые он был. Повторюсь еще раз, самого страховщика пересмотреть можно. То есть не подавать новое заявление, например, в 22-м году, хотел пойти в НПФ «Ромашка», мы его называли, а потом придумал, что хочу все-таки какой-то НПФ «Василек». Ему не нужно подавать новое заявление срочное о смене, он может просто заменить в своем заявлении страховщика. Вот мне в «Ромашку» мои деньги передайте, а передайте в «Василек», но от этого прежнего, с которым сейчас работаю страховщика, я уйду. Досрочные исполняются в течение года. В этом году, в 19-м, человек подает, до конца года оно ожидает своего срока. Вот сейчас мы там принимаем уведомления, отзываем, урегулируем какие-то вопросы, думаем, что они со своими накоплениями планируют на следующий период делать. Ничего не сделали, значит, то заявление, которое поступило, которое есть на лицевом счете, оно будет рассмотрено в первом квартале и будет передано новому страховщику в 20-м году. Вот в этом разница срочная и досрочная. Срочная будет передана в следующем, досрочная через 5 лет после подачи заявления. Можно ли подавать заявление о переводе пенсионных накоплений по интернету? Да, конечно. Заявление можно подавать много способов. Мы работаем с многофункциональным центром, можно обратиться к нам в клиентскую службу. Действительно это сделают. Но по интернету, поскольку пенсионные накопления все-таки есть у людей более молодых, тех, которые сегодня владеют всякими технологиями работы на сайтах. То есть особых-то, скажем, сложностей это вообще не представляет, подавать заявление через сайт. Но особенно молодых, более взрослые люди, которые давно пенсию назначили, некоторые трудности действительно имеются. Мы обучаем компьютерной грамотности и видим людей, которые задают вопросы. Молодежь, конечно же, ну не очень молодежь, но более молодые, владеют технологиями, и они хорошо понимают, как это сделать. Через интернет самый удобный способ, действительно, самый простой, не требующий потерь времени. Но рассмотрено, может быть, поданное заявление только в том случае, если человек получил усиленную электронную подпись. Обычная регистрация в ЕСИА на едином портале госуслуг, она право распорядиться пенсионными накоплениями электронно не дает, потому что это тут должна быть уже подписано, государство, финансовые органы должны быть абсолютно уверены, что заявление поступило конкретно от данного человека, а не подделано кем-то опять же. Поэтому, да, можно, но нужно быть зарегистрированным и получив усиленную электронную подпись. В чем разница между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом? Кто будет выплачивать человеку пенсию? Пенсию будет выплачивать страховщик. Кто является страховщиком, то есть у кого, в чьем ведении находятся средства, тот и будет выплачивать пенсию. Управляющая компания — это организация, которая нарабатывает инвестиционный доход, то есть она средства пенсионных накоплений, поступившие в общей массе к данной управляющей компании, она их направляет в тот или иной сектор экономики. Например, Внешэкономбанк вкладывает средства, как правило, в валюту, которые облигации, государственные бумаги, какие-то там, не знаю, запасы, то есть то, что финансы. Это одним словом, если скажем так. А управляющая компания, например, железной дороги, она направляет эти средства в развитие железных дорог. Но назначать пенсию, используя наработанные вот эти пенсионные накопления, в том числе и инвестиции, будет страховщик, а страховщиком является фонд. Если говорим о Внешэкономбанке управляющей компании, то в этом случае страховщиком человека является государственный пенсионный фонд Российской Федерации, мы, который представляем. Если это не государственный пенсионный фонд, у нас сегодня НПФ имеют практически все крупные банки, крупные компании, «Газпром», не будем вдаваться в подробности, но они не сам НПФ управляют средствами. У каждого НПФа есть управляющая компания, которая занимается инвестированием. А именно НПФ — это страховщик, и он будет назначать пенсию на основе тех данных, которые средств, денег, которые заработала для человека управляющая компания. Понятно так? Если человек погибает до того, как подходит срок получения пенсии, куда уходит его средство, его накопление? Да, к сожалению, конечно, смерть — это тоже часть жизни, и случается так, что люди уходят из жизни гораздо раньше, чем отпущено было Господом сверху. Да, и он может не дожить до возраста пенсионного и действительно может не получить то, что он зарабатывал и старался там, да, как-то эти свои пенсионные накопления, чтобы обеспечить свою старость. Так вот, все зависит от того, как средства будут выплачены, от периода, когда человек ушел из жизни, достиг он уже пенсионного возраста или нет, была ли установлена пенсия накопительная или какая-то выплата за счет средств пенсионных накоплений или нет, или он совсем еще молодым ушел, или были ли у него дополнительные страховые взносы. Здесь очень много вводных. Но одним словом, если сказать, то если беда случилась и человека не стало, пока его накопления еще не назначались, ни в какой форме, то в этом случае они будут выплачены его правоприемникам. В обычном гражданском законодательстве существует понятие наследников. Именно в пенсионных накоплениях, но есть еще часть других секторов экономики, где это понятие существует, но именно относительно пенсионных накоплений это правоприемники, то есть те люди, которые принимают на себя права нашего будущего пенсионера. И они могут быть выплачены как по заявлению человека самого, например, в любом возрасте, и вы можете это сделать, написать заявление в пенсионный фонд, что в случае, не дай бог, конечно, если что-то случилось, все пенсионные накопления выплатить вот такому-то человеку. Это не обязательно должен быть родственник, это может быть друг, приятель, или, не знаю, дальний знакомый какой-нибудь. Любой человек, которому, собственно говоря, владелец пенсионных накоплений захочет их передать после своей смерти. Если такового заявления нет, то в этом случае вступает в силу гражданский кодекс. И тогда все пенсионные накопления распределяются между правоприемниками первой очереди. Как и в гражданском кодексе, это первая очередь, это близкие родственники, это дети, это родители, это супруги. Если по какой-то причине у человека родственников первой очереди не было, тогда появляется вторая очередь. Гражданским кодексом это уже регулируется. Это братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Вот повторюсь, два варианта. Первый вариант — это когда человек подавал заявление в пенсионный фонд, и он обозначил правоприемника сам, и мы будем тогда исполнять его заявление мы или НПФ, если средства его находились на перевернении в государственном фонде. Либо уже тогда по законодательству. Есть другие ситуации, когда человек уже достиг пенсионного возраста, и за счет пенсионных накоплений уже были начислены какие-то выплаты. Например, сумма пенсионных накоплений, которые платил работодатель. За счет нее может быть назначена либо накопительная пенсия, либо, если средств не очень много, то единовременная выплата за счет нее. И тогда все зависит от факта назначения. Вот если уже назначили пенсию накопительную, в этом случае эти деньги, оставшиеся невыплаченными, они не будут передаваться ни правоприемникам его, ни по его волеизъявлению, ни наследникам. Они остаются в резерве пенсионного фонда и уже будут передаваться другим людям на выплату выпадающих доходов. А если выплата была установлена за счет, я уже называла, дополнительных страховых взносов, в самом начале мы с вами говорили, когда человек сам перечислял, когда за него работодатель, например, или мама, которая передала средства материнского капитала, вложила, вот в этом случае, даже если была уже назначена пенсия или какая-то выплата, остаток средств человеку, указанному заявлению, либо правоприемникам другой очереди, обязательно будет передан. Единовременная выплата. Бывает так, что человек подал заявление на пенсию, средств пенсионных было немного, он в этом случае забирает всю сумму средств, она по закону так начисляется, ему выплачивается. Но вот случилась беда, что пока было принято решение, он еще не успел получить, например, вот эту единовременную выплату. То в этом случае она выплачивается, как и неполученная пенсия любая. А это следующий порядок. Прежде всего рассматриваются в этом случае претенденты, которые проживали вместе с гражданином. Если таковых нет, то тогда это идет в наследственную массу, и, как и все остальные наследуемые средства, имущества, деньги, будут рассматриваться уже в законодательном гражданском законопроизводстве, ровно так же, как и любые другие наследуемые средства. То есть она пойдет в наследуемую массу и будет выплачена тем, кому полагается по закону. Говоря про пенсионный возраст, как он будет в следующем году? Какие тенденции? По законодательству, которое приняло изменение в понятии пенсионного возраста, процедуру его увеличения, уже вот с 2019 года у нас начался процесс повышения пенсионного возраста относительно того, к чему мы привыкли. До 2019 года в целом по Российской Федерации женщины, работающие в обычных условиях труда, то есть ни вредные, ни опасные, ни район Крайнего Севера, когда природно-климатические условия сложные, женщина в общем порядке выходила на пенсию в 55 лет, мужчины выходили в 60 лет. Новый закон предусматривает поэтапное повышение для и мужчин, и женщин на 5 лет постепенно, то есть в будущем женщины будут выходить с 2028 года уже в 60 лет, а мужчины станут выходить в 65 лет. Так вот, повторю слово, поэтапное повышение. В этом году у нас пенсионный возраст повышен на полгода, у нас на Севере сохраняется льгота на 5 лет раньше, то есть если выходили на пенсию на материке, как я сказала, 55 и 60 женщин и мужчин, соответственно, на Севере это было на 5 лет раньше, 50 и 55, то теперь он повышается в этом году на 5 лет. То есть наши женщины выходили в 50 с половиной лет, мужчины в 55 с половиной лет, в следующем году это будет 51 с половиной и 56. Таким образом, наши северяне в следующем году, женщины, имеющие полный стаж работы в районах Крайнего Севера, это 15 лет, и полный страховой стаж для женщины 20, для мужчины 25 лет, будут выходить, повторяюсь, женщины в 51 с половиной и мужчины в 56 с половиной лет. Насколько вырастут пенсии в следующем году? Будет, да. У нас по законодательству с 1 января каждого года страховые пенсии индексируются на коэффициент инфляции, сложившейся в предыдущем периоде, и с 1 апреля индексируются социальные пенсии. Так вот, сейчас предусмотрено, и мы уже работаем над расчетом размера, чтобы люди получили в повышенном размере. Индексация с 1 января 2020 года предусмотрена в размере 6,6% для страховых пенсий. По социальным расскажем уже потом, попозже, ближе к апрелю. Это была программа «Разговор по существу», и мы беседовали с управляющей отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светланой Коруненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...